Спортивных соревнований в День города было немного. Скажем так, футбол, дартс, питанг. Да, еще желающие могли покататься верхом на конях, которых привели к нашей загородной конюшне. И если забыть про небольшие неудобства по проведению оплаты, то все, кто хотел покатать детей, свои желания выполнили. И родители, и дети оказались довольны. В турнире по футболу в Дню города приняло участие 4 команды. Две из Славутича, Десна из Чернигова и команда из Гончаровска. Первую игру сыграли на большом поле по договоренности между Десной и Славутичем. Скажем так, получалось не все, но у Десны все-таки лучше. По крайней мере, об этом свидетельствуют голы. В наши ворота влетело 4, а в ворота Десны из Чернигова – ни одного. Остальные матчи играли на уменьшенной до половины поля площадке. Матчи прошли во взаимных атаках. И здесь спасала штанга. А вот в этот момент – атака и гол. Дальше было жарко. В смысле, солнышко припекало серьезно. В турнире победили славучане. И еще о двух видах спорта, в которых соревновались в День города. Начание о несколько диковинном – питанке. Провансальский национальный вид спорта – бросание шаров. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром – кошенотом. В переводе с французского – поросенок. При этом металлический шар может задеть кошенот или даже сбить шар соперника. А потом идут продолжительные измерения, какой шаров ближе к поросенку. Правила игры в питанг чем-то схожи с керлингом, однако присутствуют также черты боулинга и бильярда. Играть в питанг можно на любой площадке. Скажем так, игра на любителя. В Украине питанг не очень популярен. А вот дартс – другое дело. Играют многие, турниры проводят даже дома. Основная цель – попасть дротиком в мишень, повешенную на стенку. Лучше в центр. Игра зародилась несколько веков назад в Британских островах. В дартс традиционно играют до сих пор в пабах Великобритании, США и Нидерландах. У нас в турнире на день города в чемпионате по дартсу принял участие человек 15. В финал вышло трое. Игра универсальная. В турнире поднимают участие и женщины, и мужчины. Третье место у Александры. На втором месте Александр. А победил ростовцев Алексей. Совершивший в финале уникальный бросок. Дротик попал прямо в центр. В яблочко. И естественно стал победителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова